МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Страшные два выхлопа страшенных, как война началась. Выстрелы прозвучали в полдень 23 июня. Здесь, у дома номер 3 по улице 3 Кировская, в Торжке. Кровавая драма разыгралась на глазах у жителей дома. Началась стрельба. Он один сидел в засаде, в траве. И как раз он начал стрелять. Потом вышли из машины еще один. И его тоже застрелили. Спустя несколько минут, когда к месту происшествия выехала следственно-оперативная группа, выяснилось, что жертвами покушения стали 33-летний житель Торжокского района Качеван Габрелян и 29-летний житель Торжка Артаваст Аргурян. Данные граждане были застрелены из огнестрельного оружия. На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа в составе сотрудников ОВД по Торжокскому району, Управления по борьбе с организованной преступностью, а также сотрудников Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. В настоящее время проводятся неотложные оперативно-следственные и разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших данное преступление. На месте преступления обнаружено несколько гильз, предположительно от охотничьего ружья и пистолета ТТ. После выстрелов потерпевшие были еще живы. Оба скончались по дороге в больницу. По словам местных жителей, Габрелян и Аргурян официально числились безработными, занимались бизнесом. В тот же день в Торжокском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса «Убийство двух и более лиц». На сегодняшний день круг лиц подозреваемых установлен, проводятся мероприятия по их задержанию. Значит, мотивы преступлений, вот самые главные мотивы, значит, они устанавливаются. Про мотивы пока сказать очень рано. Я думаю, вот те меры, которые мы приняли по поиску задержания, они должны дать положительный результат. Следственными органами фигуранта были установлены и объявлены в международный розыск. 3 июня 2019 года местонахождение Тертиряна установлено на территории Италии, где он проживал по подложным документам. 1 августа 2020-го мужчина был экстрадирован в Российскую Федерацию и помещен под стражу. В отношении остальных двух фигурантов уголовное дело было выделено в отдельное производство. Их розыск продолжается. И вот долгожданный вердикт суда. Тверским областным судом вынесли обительный приговор в отношении Тертиряна, который 23 июня 2009 года совершил убийство двух лиц в городе Торжке. Данные преступления он совершил вместе с своим братом и отцом и до 2019 года находился в международном розыске. Обнаружен он был в Италии, экстрадирован в Российскую Федерацию. Тверским областным судом Тертиряна на защиту наказания в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в испортной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. 4 октября Тверь простилась с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Александровичем Карповым. Ушел поистине легендарный человек. Осенью 1943 года Николаю Карпову исполнилось 17. Сразу же был призван в армию. После ускоренного курса минного дела с использованием служебных собак его в составе учебно-боевого батальона отправили под Псков. Там он получил боевое крещение. На минном поле впервые разминировал больше 80 мин. За участие в трех разведоперациях, в ходе которых он разминировал на нейтральной полосе 250 мин, Николай Карпов был награжден медалью «За отвагу». Первой наградой. Их у фронтовика немало. 24 июня 1945 года совсем еще юный Николай Карпов стал участником первого парада победы. Прошел по брусчатке Красной площади в составе парадного батальона Центральной военно-технической школы дрессировщиков. Рядом боевой товарищ «Овчарка Альфа». Они уже шли, как будто так это надо. Смотри, как ровно в ногу тоже. До последнего дня Николай Александрович Карпов оставался бессменным председателем Тверской ассоциации участников исторического парада победы 45-го года. Николай Александрович прожил долгую созидательную жизнь, всего несколько дней не дожив до своего 96-летия. Мы приносим соболезнования родным и близким Николая Александровича Карпова. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...